Ну что, друзья, самоизоляция продолжается, и, честно говоря, наступил тот момент, когда не хочется лишний раз выходить из дома, в том числе и за посылками, которые скопились в моем почтовом отделении. Поэтому предлагаю продолжить рубрику пяти пластинок, которые я выбрал по своему вкусу в одном из крупнейших российских магазинов Audio Mania. Стоит отметить, что за последний месяц не так уж и много хороших таких знаковых релизов вышло, поэтому на сайте выбирал я пластинки не только из категории новинок. Я вас приветствую, сегодня мы поговорим о следующих пластинках. Переиздание группы Doors Album LA Woman, еще одна компиляция серии The Platinum Collection, Луи Армстронг, 36 композиций, саундтрек к фильму «Матрица. Перезагрузка» на трех пластинках, также фортепианный концерт номер 2 и 6 прелюдий Сергея Рахманинова в исполнении Святослава Рихтера в сопровождении Варшавского филармонического оркестра, ну и переиздание второго альбома группы Queens of the Stone Age. Прежде чем мы перейдем к самим пластинкам, под прошлым видео было несколько комментариев на тему, как упакован заказ магазина, поэтому показываю. Итак, пластинки пришли вот в таком пакетике, внутри которого находится, собственно, чек и коробка. Коробка похожа на коробку из-под пиццы. Ну и здесь, собственно, уже сами пластинки. Ну и традиционно давайте начнем с переиздания альбома LA Woman группы Doors. Это переиздание европейского происхождения на лейбле Электро. Честно говоря, датировать точно я его не могу, поскольку на Дискоксе точно такого издания нет. Однако есть очень похожая 2003 года. Чем она отличается? Тем, что фотография на ней не желтого цвета, а белого. На родство этого экземпляра с переизданием 2003 года указывают еще и номера матриц, которые полностью совпадают с переизданием 2003 года. Ну и еще одной отличительной чертой переиздания 2003 года является неправильно написанный первый трек на лейбаке пластинки. Не буду утверждать, что это ремастер, поскольку с оригиналом, к сожалению, сейчас у меня возможности сравнить его нету. Тем не менее, в очередной раз повторюсь, что когда-то я делал обзор шести пластинок альбома Morrison Hotel, где были и первые прессы, и переиздания, в том числе свежие. Так вот, там я говорил как раз о поразительном сходстве звука у переиздания с первым американским прессом. Ну и в прошлой подборке также я рассказывал об альбоме The Soft Parade, юбилейное переиздание, которое также по звуку мне понравилось. Итак, этот альбом звучит звонко, детально и красиво. Верхний регистр мне кажется задран. Однако, сравнив это издание с двухвинильным сборником, который у меня есть в наличии, тот же трек Riders on the Storm, верха задрали умеренно, благо бас здесь на месте. Динамический диапазон в норме, исходник не компрессировали, что по качеству самого винила, щелчков циклических шуршалок не слышно. Читаемость также на высоте, никакого падения качества ближе к яблоку не замечено. Моя итоговая оценка этому изданию 80-10 баллов. Почему 8? К звуку, в принципе, претензий никаких нет, но все, наверное, знают, что этот альбом выходил в свое время с окошечком, и сама пластинка была во внутреннем конвертике. Здесь же ничего этого нету, и внутренних вкладок тоже. К слову сказать, если для вас это не проблема, можете присмотреться к этому изданию, по звуку оно действительно очень неплохое. Ну и плюс, на том же сайте Аудиомании это самое бюджетное переиздание, стоит оно там 1730 рублей, если не ошибаюсь. Также на сайте присутствует более позднее переиздание на лейбле Rino Records. Кстати, именно эту серию я и слушал в обзоре альбома Morrison Hotel. По звуку он мне также понравился, но это переиздание стоит дороже. В прошлой подборке с магазина Аудиомании я приобрел две компиляции серии The Platinum Collection, Let King Cole и Frank Sinatra. Ну и к этой компании я решил подобрать еще одного гения. Луи Армстронг. 36 хитов, записанные в период аж с 29 по 61 год. Естественно, разница в звуке наблюдается немалая. Некоторые треки играют отлично, некоторые хуже. Однако сборник, на мой взгляд, классный. Очень живой и естественный звук, при том, что здесь нет понтовых стикеров с громкими заявлениями об аудиофильском виниле, что это записи с оригинальных мастер-лент, с посекундной ручной реставрацией и так далее. Сам винил, несмотря на то, что белый, ведь существует распространенное мнение, что цветной винил не сравнится с черным по качеству. Так вот, отпечатан винил во Франции на MPO и обладает массой хорошего качества. Местами есть минимальный шум массы, на который обращаешь внимание разве что на вводной дорожке. Небольшие щелчки, конечно же, иногда попадаются. Однако, создается ощущение, что большинство из них попросту прописано, поскольку некоторым композициям буквально более 90 лет. Динамика сохранена, даже если записи отреставрировали, то делали это очень аккуратно и со знанием дела, то есть не переборщили. С считаемостью также все хорошо, никакого падения качества ближе к яблокам не наблюдается. Однозначно оставлю этот сборник себе в коллекцию, однако есть здесь просто убийственная, на мой взгляд, несправедливость. Да, здесь есть отличные треки с Элой Фиджеральд и многими другими, Но объясните мне, вот как можно было собирать компиляцию на трех пластинках и упустить такой хит, как Go Down Moses? Ну, как-то у меня это в голове не укладывается. Поэтому моя итоговая оценка 8 из 10 баллов. Эту пластинку я выбрал по нескольким причинам. Во-первых, многие подписчики меня просили обратить внимание и рассказать о пластинках производства Deutsche Grammophon. Во-вторых, произведение Рахманинова в исполнении одного из крупнейших пианистов 20 века, Святослава Рихтера, получившего более 25 наград. Ну, как можно пройти мимо? Ну, и третья причина. Мой отец-музыкант посоветовал мне послушать произведение Рахманинова именно в исполнении Рихтера. Опять же, оценивать пластинку я буду с точки зрения простого слушателя, поэтому приоритетно поговорим, конечно же, о качестве звука и самой пластинки. Итак, на пластинке записи 1959 года. Однако классическую музыку могли, умели и писали хорошо всегда. Поэтому год записи здесь имеет, скажем так, вторичное значение. Могу отметить разве что легкий ненавязчивый шум фонограммы. В остальном же все хорошо. Порадовало качество самого винила. Пластинка отпечатана на Optimo Media Production, никакого шума, рокота и прочих дефектов здесь нет. А учитывая жанр музыки, здесь много достаточно тихих мест. Еще что очень важно. Фортепиано, да и в целом классические произведения, очень чувствительные к малейшим колебаниям, связанными со смещенным центром на пластинке. Для тех, кто не понял, проще объясню. При воспроизведении головка звукоснимателя может колебаться влево-вправо, вследствие чего вы будете слышать плавающий звук. Это ужасно на самом деле, и особенно заметно на рояле, фортепиано и чистом вокале. Поэтому в классических произведениях я пристальное внимание уделяю и этому дефекту, который, к счастью, здесь отсутствует. Что могу сказать, это не первое мое знакомство с Deutsche Grammophon. Также у меня есть несколько винтажных пластинок этого издателя. Нареканий пока что не было. Причем речь не только о современных пластинках, но и винтажных. Что ж, моя итоговая оценка, 9 из 10 баллов. Да, кстати, с считаемостью здесь также все хорошо. Далее, друзья, кто давно на моем канале, конечно же, знает, что я уважаю такой жанр, как гранж. Вот, казалось бы, странно, да, классическая музыка, джаз, рок, металл и еще и гранж. Ничего странного, я считаю, что развиваться нужно всесторонне. И слушать то, что вам нравится. Так вот, несмотря на то, что у меня есть достаточно хорошие, большие коллекции, в том числе и полные дискографии таких знаменитых команд, как Nirvana, Soundgarden, TED, PAV, Alice in Chains, Silverchair и других, однако такие команды, как Pearl Jam, Stone Temple Pilots или Queens of the Stone Age я проходил довольно поверхностно. И у меня буквально по паре альбомов каждой группы. Так вот, друзья, Pearl Jam выпустил недавно альбом Gigaton, Stone Temple Pilots выпустил, простите за такое некрасивое название, альбом Perdida. Их, к сожалению, пока мне не удалось заполучить, а вот второй альбом группы Queens of the Stone Age мне магазин предоставил. Также на этой пластинке есть стикер с обязывающим и громким словосочетанием Audio Fill Pressing. Ну а я человек простой, и после таких громких заявлений мои требования к качеству винила неприлично возрастают. Хоть и оригинальное издание этого альбома не слышал, звук на этом издании мне понравился. Частотный диапазон проработан отлично, детальные верха, отличный бас. Сведение и панорама также понравились. Компрессия имеет место быть, но не навязчивая, так сказать, в пределах допустимой нормы с учетом жанра. Ну а теперь о качестве массы. Лакером занимался Берни Грантман, а винил отпечатан на фабрике Palace. О чем свидетельствуют матрицы и безупречное качество винила. Даже визуально пластинка производит приятные впечатления. Так вот, на счету Palace огромное количество хороших релизов. Те же Metallica на лейбле Blacknut, часть переизданий Nirvana, Foo Fighters, Led Zeppelin и многие другие. Масса очень тихая, отсутствуют малейшие щелчки, шуршания и прочие проблемы. Даже с учетом того, что первая сторона пластинки записана близко к яблоку, с читаемостью здесь также все отлично. К слову сказать, из сегодняшней пятерки это самый качественный винил. Ну и поэтому, если вы собираетесь приобретать альбомы группы Prince of the Stone Age, можете присмотреться к переизданиям 2019 года. Все альбомы отпечатаны на Palace. Моя итоговая оценка, конечно же, 10 из 10 баллов. Ну а теперь давайте перейдем к саундтреку, к фильму «Матрица. Перезагрузка». Я думаю, некоторые также будут удивлены моим выбором из этой подборки, поэтому немножечко поясню. Дело в том, что, признаюсь честно, я не являюсь абсолютно фанатом творчества братьев, а точнее, скорее уже сестер Вачовски. И, честно сказать, стыдно признаться, я посмотрел только первую «Матрицу». Однако в 2003 году на «Горбушке» мне на глаза попался диск с саундтреком к фильму «Матрица. Перезагрузка». И в трек-листе я увидел много знакомых, так сказать, имен. Поэтому приобрел этот компакт-диск, причем вместе с саундтреком к игре «Need for Speed Underground». Пиратский компакт-диск был. Именно эти два саундтрека в 2003 году на меня произвели впечатление. Друзья, здесь вам и «Робзомби» с эксклюзивным треком, и «Мэрлин Мэнсон», а его пластинки ранние альбомы сейчас стоят просто чудовищных каких-то денег, и «П.О.Д», «Дефтонс», «Линкен Парк», и, да, в общем-то, все, кого я слушал в школьные годы. Поэтому был рад увидеть информацию о том, что этот саундтрек выходит и на виниле в 2019 году на Record Store Day. Учитывая цвет винила, первым делом я обратил внимание на матрицы. На пластинках они тройные, и одна из частей принадлежит чешскому заводу. Однако сам винил явно не чешского производства. Не могу утверждать, но ощущение такое, что матрицы изготовлены в Чехии, но пластинки отпечатаны в Штатах. Что по звуку, то тут нет никаких замечаний, несмотря на то, что это сборник, состоящий из треков разных жанров, записанных в разное время. Завалов нет ни в верхнем регистре, ни в нижнем. Все сбалансировано. Отдельно хочу отметить электронные треки, которые на виниле звучат просто бесподобно. Хотя, конечно же, существует такое мнение, что электронная музыка хорошо играет только в цифре. Динамический диапазон также в норме, хотя он отличается от трека к треку, что абсолютно неудивительно. Тем не менее, проблемных треков нету, компрессия по ушам не бьет и находится, скажем так, в пределах допустимой нормы. Что по дефектам, качество массы, конечно же, не как у Deutsche Grammophon и Palace. Местами мелкие щелчки проскакивают, массу чуть-чуть слышно, но криминала нет. Циклических дефектов не обнаружено, и с считаемостью здесь тоже никаких проблем нет. Моя итоговая оценка 9 из 10 баллов. С ценами на пластинке можете ознакомиться на сайте магазина, ссылка будет в описании под видео. Конечно же, цены не самые дешевые, и можно поискать альтернативы за границей. Однако, друзья, отпишитесь, как сейчас обстоят у вас дела с пересылкой, заказами из-за границы. В частности, у меня сейчас несколько заказов идет как из Штатов, так и из Европы уже более полутора месяцев. Но это еще не самое страшное. Несколько посылок из Москвы я отправил в Штаты и в Европу. Пересылка занимает уже более двух месяцев. Поэтому те, кто особенно сейчас не хочет заморачиваться с пересылкой и долго ждать, можете обратить внимание на магазин Аудиомания. При заказе от 2 990 рублей в Москве и Санкт-Петербург доставка бесплатная. При заказе на меньшую сумму доставка 300 рублей. При оформлении заказа до 12 часов доставляют в большинстве случаев день в день. Также, учитывая нынешние обстоятельства, безусловно, доступна бесконтактная доставка. Ну и для постоянных клиентов действует накопительная дисконтная программа. При первой же покупке вы получаете дисконтную карту магазина. Подробности на сайте, ссылка будет в описании. Что ж, друзья, надеюсь это видео было для вас полезным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и пишите ваши комментарии. И самое главное, конечно же, будьте здоровы! Счастливо! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, 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 подписывайтесь на канал, ставьте лайки,